МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер программы Легендарное радио ВИБИСИ. Все мы любим путешествовать. И даже если вы еще ни разу не отдыхали за границей, то я уверена, что вы хотели бы это сделать. И в этом выпуске мы и поговорим об отдыхе, путешествиях, расскажем о популярных туристических направлениях и дадим ценные советы. В эфире программа «Про все». Здравствуйте! А начнем мы, пожалуй, с мнения эксперта в области туризма. Он поделится с нами лайфхаками, расскажет, как и на чем можно сэкономить при выборе тура и расскажет, как же организовать ту самую поездку мечты. Как и было это несколько лет назад, то есть до сих пор самыми популярными направлениями у нас остаются страны Азиатско-Кихоокеанского региона. То бишь это Таиланд, Вьетнам, Китай. Ну и сейчас стала популярна в последнее время Южная Корея, потому что там отменили визовый режим, то есть туда можно летать без визы. И очень много людей даже без посредства туристических компаний едут туда самостоятельно. Вьетнам, Таиланд, поскольку чартерные программы туда работают, ну и Китай, потому что он, в принципе, рядом, все уже привыкли. На чартерных программах хотелось бы остановиться подробней, так как именно здесь кроется ответ на вопрос, как же сэкономить на поездке. Итак, для тех, кто не знает, объясним. В данном случае чартер – это прямой рейс до места вашего отдыха. И в стоимость таких чартерных туристических программ всегда включены перелет в обе стороны, трансфер, проживание выбранного отеля и практически всегда завтраки. А сейчас вернемся к вопросу об экономии. Часто встречаю еще такой момент, когда люди говорят, вот, ну, как можно дешевле чартерные программы съездить? Вот давай мы сами купим там билеты на самолет, сами купим в отеле, закажем на каком-нибудь там букинге или агоде. Так экономить тоже, к сожалению, не получается, потому что чартерные программы, они на то и чартерные, что оператор, который это организует, он берет, то есть это все большими пакетами, и номера в отелях, и билеты на самолет, то есть, как правило, это полный фраг самолета. И они за счет вот этого, то есть могут обеспечить, ну, достаточно доступную стоимость. Часто мы смотрим, авиабилет сам по себе отдельно, когда ты его покупаешь отдельно, выходит дороже, чем мы берем пакетированный тур. К тому же к стоимости авиабилета автоматически добавляются расходы на трансфер, то есть такси из аэропорта и обратно. А также в случае долгой пересадки между рейсами вам придется тратить деньги на питание и, возможно, номер в отеле на одну ночь. Исключение из всех этих правил – ваше желание ехать отдыхать более чем на две недели. Ведь 14, а в редких случаях 16 суток отдыха – это максимум, который предлагают туристические операторы. Если же вы хотите посетить трофический рай на более длительный срок, то вам придется приобретать билеты самостоятельно. Но и в этом случае можно немного сэкономить, арендовав дом или квартиру вместо отеля. А особенно, если вы собираетесь ехать не одни, а большой и дружной компанией. Еще один актуальный вопрос – это горящие туры. На сегодняшний день среди туристов существует огромное заблуждение. Многие уверены, что могут зайти на сайт туристической компании и приобрести горящий тур за 2-3 месяца до поездки. Но это не более, чем рекламный трюк туристических компаний. Настоящие горящие туры появляются всего за несколько дней до даты вылета. В случае, если турист сдает свою путевку, и компании нужно срочно ее реализовать. Либо, если не распроданы места на самолете, что бывает крайне редко. Попросите менеджера туристической компании включить вас в рассылку, и тогда вы будете информированы в случае появления горящих туров. У меня есть одна замечательная подруга. Мы с ней дружим с университета, учились в одной группе. В данный момент она живет на Сайпане, вышла замуж, как бы все у нее хорошо. И вот она еще в то время старалась достаточно много путешествовать. И она мне еще тогда сказала такую фразу, я вот запомнил ее на всю жизнь. Поездка в Париж всегда лучше нового шкафа. То есть вот эти ощущения, впечатления, вот этот заряд эмоций, которые мы привозим с тобой с той или иной поездки, он остается с нами на всю жизнь. Зная все эти нюансы виборатура, вы сможете легко организовать любую поездку. Ведь все наши дела и заботы могут немного подождать. Отдых в тропических странах ассоциируется с белоснежными пляжами и чистым морем. В нашем следующем сюжете мы решили зайти немного дальше и изучить подводный мир Таиланда. Один из самых впечатляющих видов отдыха – это дайвинг. Причем как для профессионалов, так и для новичков. Особенно если речь идет о дайвинге в Таиланде. Конечно, прибрежные воды Паттайи для дайвинга не подходят. Есть семь островов, вблизи которых обычно осуществляется погружение. Наш остров называется Калан. Кстати, именно на этот остров выезжают туристы с Паттайи, чтобы получить свой кусочек баунти. А там он действительно есть. Добраться до него можно с городского пирса за 20 бат на человека. Подводный мир в водах острова Коу-Лан очень красивый. Поэтому именно сюда мы приехали за новыми впечатлениями. В дайвинге существует только одна опасность. Этим делом можно заболеть. Что случилось со мной около 20 лет назад. Ну и как старший вампир и с удовольствием инициирую всех, кто хочет прилететь в Таиланд и попробовать этот чудесный вид отдыха. Стоим на краю платформы, ласты свисают, лицом в воде. Смотрим далеко вперед, светлое будущее. И делаем один большой шаг, примерно так, как это делает я. Опытный инструктор – это самая важная составляющая первого погружения. Сергей занимается этим уже 20 лет. Внушает доверие, правда? На одного человека полагается один инструктор. Дайвинг, он безопаснее, чем езда на велосипеде. И травматизм в дайвинге, наверное, сравним с травматизмом в игре шахта. То есть практически абсолютно безопасно. Главная задача – слушать, что говорит инструктор, и не пытаться выдумывать что-то свое. Рассказывать о дайвинге можно долго. И показывать всю эту подводную красоту тоже можно долго. Но поверьте, на это нужно смотреть вживую. Сергей прав. В дайвинг влюбляешься с первого раза. Продолжая говорить о райском Таиланде, мы не можем не коснуться темы кухни в этой стране. Она поистине самобытна и уникальна. Итак, где же в Паттайе вы можете вкусно покушать, но при этом сэкономить? Об этом наш следующий сюжет. Вот сюда каждый день в 5 часов утра приходят рыбацкие судна со свежими морепродуктами. Которые потом и подают в ресторанах, или продают на самом обычном рынке, куда мы сейчас и направляемся. Конечно, мы могли бы показать вам дорогие, гламурные тайские рестораны. Но, во-первых, вы их и сами без труда найдете, здесь их очень много. А во-вторых, цены в них ориентированы исключительно на туристов. Средний счет на человека составляет 800 бар. И, конечно, ни в одном ресторане вы не почувствуете в полной мере колорит местной кухни, так как здесь. Кстати, что касается цены. Если вы хотите вкусно покушать, но при этом сэкономить, обходите стороной любые заведения, ориентированные на туристов. Например, здесь, на самом обычном рынке, вы можете купить полкилограмма креветок за 100 бат, и вам их сразу же приготовят. Чтобы перекусить, вы можете купить вот такой же жвучок всего лишь за 50 бат со свежего кальмара. Ну-ну-ну, ноу-спайси. Главное сказать ноу-спайси, если вы не любите острое. Тайская кухня чем-то напоминает китайскую. Отличие в том, что здесь каждое блюдо имеет остро-сладкий вкус. Имейте это в виду. Тайцы, горячие ребята, любят пастрие. Общеизвестный факт, что Паттайя – это мировой центр ночных развлечений. Интересно, какая она – ночная жизнь Таиланда. Не секрет, что в Паттайе бурная ночная жизнь – это главное, зачем сюда приезжают со всего мира. Основная масса туристов к вечеру примещается именно сюда, на Волкин-стрит. Что в переводе означает «пешеходная улица». Днем здесь можно как ездить, так и гулять, а вот на ночь она превращается в пешеходный центр ночных развлечений. На самом деле здесь каждый найдет местечко себе по душе. Особенно по душе мужчинам приходится местный Тай, китайцы не лишь куда среднее. В общем, вы понимаете, о чем я. Мы вообще-то работаем здесь. Да, Алина, мы, мужчины, прекрасно понимаем, о чем ты. Тем и славится Таиланд, что здесь можно абсолютно все. Каждый живет в свое удовольствие. Можете заглянуть в гоу-гоу-бары, увидеть много женских тел, можете их пощупать. Обнаженных. Обнаженных, полу-обнаженных, там, на четверть обнаженных. Кому это интересно, кому это нужно. Да, здесь встречаются, этим занимаются. Толкин-стрит – это сердце Паттайи. Здесь есть абсолютно все. Всевозможные бары, кафе, рестораны. Причем вход везде свободный. Практически в любом заведении есть живая музыка. Совершенно на любой вкус. А если хотите, можете заказать свою песню. Субтитры подогнал «Симон» Мы прошли всю Волкин-стрит. И вот здесь, на таком небольшом пяточке, в самом ее конце, расположены два самых популярных клуба. Это «Микс» и «Лима-Лима». Там действительно хорошие музыканты и диджи-хокеи. Патрик Вандеркард, тот же из Голландии, который играл на Ибице, из Сиесты. И там, в Сим, он действительно делает рейв, танцполе. Так что все вспоминают 90-е, 80-е, бродиши и все остальное. Каждый родитель подтвердит наши слова, что отдых с детьми кардинально отличается от обычного. И зачастую люди, оказываясь уже за границей, сталкиваются с тем, что дети не умеют плавать. И в нашем следующем сюжете мы выясняли, как просто и быстро обучить детей плаванию. С новорожденными крохами дела обстоят куда проще, чем с более старшими детками. Ведь на протяжении двух-трех месяцев после рождения вода является родной средой для младенцев. И научиться плавать и нырять именно в этот период не составит труда. Ныряние само по себе, ныряние, конечно, опасным не является. Прежде всего потому, что у детей, особенно маленьких детей, имеет место очень активный рефлекс, который вызывает спазм дыхательных путей при попадании туда воды. То есть ребенок не может заклевнуться, он перекрывает дыхательные пути. Если ребенка не ныряют, то через где-то два-два с половиной месяца этот рефлекс угасает. И тогда уже есть определенный риск. Поэтому все-таки желательно начинать ребенка купать и нырять, ну, сразу, как только вы вот пришли из роддома, зажила попочная ранка, и сразу бегом в большую ванну. Вот это вот как бы методика. Иногда родители действительно боятся сознательно опускать голову ребенка под воду. Действительно, я вас не заставляю. Если вам страшно, ради бога, не ныряйте. Тем не менее, делается это обычно так. Держится ребенок, после этого мама произносит громкое слово «ныряй» и опускает его под воду и достает. Он поплачет, а потом буквально через недельку он уже учится. У него уже вырабатывается условный рефлекс, и по команде «ныряй» он просто задерживает дыхание. Видите, это просто огромное удовольствие, поверьте мне. Это очень интересно. Особенно, когда вы его вынимаете, он выныривает с довольным лицом и начинает чихать и очищать дыхательные пыли. Если же вашему малышу более двух лет, то для него важен подход в обучении плаванию в форме игры. Когда меня просят получить таких деток плавать, я предлагаю им поиграть в разные глупости и похулиганить. Сначала мы опускаем лицо под воду и пускаем пузыри. Конечно же, каждый малыш любит пускать пузыри под водой. И сначала мы пускаем ртом. Да, вот пузыкают пузыри. После этого мы опускаем лицо под воду, и я предлагаю попускать пузыри уже через нос. И в итоге мы играем в водолаза. Мы опускаем лицо под воду, мы делаем всякие глупости. И в результате этих глупостей, выпускание пузырей, болтание там языком под водой, ребенок расковывается, он становится более свободным и значительно легче, значительно свободнее начинает выполнять другие прочие упражнения, которые непосредственно обучают его плавать правильно. В большинстве случаев детки раскрываются, перестают бояться воды, и обучение плаванию проходит легко и непосредственно. Но иногда боязнь воды побороть не получается. Психологи убеждены, что 4 года – это возраст расцвета детских страхов. Любая отрицательная эмоция может развиться в хронический страх. Поэтому не давите на вашего ребенка, а особенно в этом возрасте. Придет время, и он сам проявит интерес к веселым играм в воде и, как следствие, к плаванию. Путешествуйте, изучайте мир и расширяйте кругозор. Это действительно раздвигает границы нашего восприятия этого мира. С вами была Алина Кузина и программа «Про все». До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!